Евангелие от Луки, глава 8. Чем же занимался Иисус? Здесь описывается, что Он делал в течение трех лет. После сего Он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с Ним двенадцать, имеется в виду учеников. Ну, а как же женщины? Мы знаем, что женщины не входили в двенадцать апостолов, и что они совсем были исключены из вот этого благовестия. Но нет. Тут очень четко написано, и некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней. Мария, называемая Магдалиной, из которой вышли семь бесов. Семь бесов – это не значит, что ровно он посчитал, семь вышли, и так все. Нет, это полнота. То есть это определенная полнота бесов вышла из Марии Магдалины. И Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова. То есть даже столь высокая личность, жена Хузы, мы не знаем, то ли она была вдова, и поэтому спокойно распоряжалась имением, то ли муж был не против и поддерживал тоже Иисуса Христа, но вот, тем не менее, такая тоже личность была. Иисус Анна и многие другие, которые служили Ему имением своим. То есть они поддерживали Его финансово и следовали также за Ним. Это очень важно для нас, потому что женщина все-таки в Израиле не имела такого положения, которое она имеет в современном обществе. Вот они были тоже среди учеников Иисуса Христа. Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчу. «Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и взойдя засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между терниями, и выросла терния, и заглушила его. А иное упало на добрую почву, и, взойдя, принесло плод старичный. Сказав сие, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит». То есть вот он рассказал такую непонятную, понятную, потому что сеяли многие, но непонятную историю, при чем здесь сеятель, при чем здесь вот эти его семена. Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал, «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и слыша, не разумеют». Ученики ничего не поняли из того, что сказал Иисус Христос, как и прочие люди. Но у них было преимущество. У них был Иисус, который все это растолковывал. То же самое происходит в современном мире. Люди читают Библию неверующие, ничего не понимают и начинают истолковывать. И когда это слушаешь, в интернете очень много таких любителей толкования Библии, слушаешь таких людей, и просто вот шевелится все, что может шевелиться у тебя. Настолько не в тему, настолько вот не понимая. Даже хорошие журналисты, одна журналистка очень мощная такая, но она берется толковать Библию, заявляя «Я атеистка». И вот она начинает толковать Библию. Это просто какой-то кошмар. Вот это еще раз показывает, что без Иисуса Христа, а в нашем случае без Духа Святого, бесполезно пытаться что-то толковать. Мы ничего не поймем. Сеятель какой-то вышел, какие-то семечки там сеет, что-то вырастает, что-то не вырастает. Причем? О чем здесь речь? Ну, сейчас мы начнем фантазировать, что, собственно говоря, люди и делают. Вот что значит притча «Сия». Семя есть Слово Божье. То есть, соответственно, а кто сеет? Бог, ну, Дух Святой в нашем случае, Он сеет это семя, Слово Божье. А упавшие при пути – это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит Слово из сердца их, чтобы они уже не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат Слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. Упавшие при пути, при дороге, на какую-то дорогу упавшее семя, и приходит сатана, и это семя ворует. Во-первых, почему тот, кто сеет, а это же Бог сеет, он же видит, что там дорога. Зачем драгоценное семя сеет на дороге? Зачем его сеять в камнях, если он знает последствия, результаты? Там все равно ничего не получится. В тернии зачем сеять? Сразу бы вот плодородная почва, и сеет в эту плодородную почву. И почему он нам не дает такую привилегию? Собственно говоря, мы так и пытаемся делать. Вот мы смотрим на человека, ага, этот примет, и мы ему что-то говорим, он слушает внимательно. А вот тот вот, он явно не воспримет слово. Поэтому это при дороге будет, или куда-нибудь в тернии, или в камнях. Не будем ему проповедовать. Но Иисус совершенно не случайно нам говорит, сеять нужно везде. Тем более мы с вами, мы не знаем, что это за почва. И самое главное, мы с вами знаем, что эта почва может меняться. Сегодня я пришел к этому человеку, и что-то ему начал говорить. Он погнал меня грозным словом и взглядом. А завтра я пришел к этому человеку, уже что-то случилось, и Бог работает с этой почвой. И у него расположилось сердце, и он с радостью слушает меня. Другие тоже случаи. Я помню, проповедовал, проповедовал одного человека, проповедовал, проповедовал. Бесполезно. Ничего не получается. И вдруг он ко мне приходит и говорит, слушай, я тут проповедь в интернете такую увидел. Я уверовал, все, я принял Иисуса Христа. То есть я такой с одной стороны думаю, это что, я, значит, оказался вот таким слабым проповедником, но были и другие случаи. Я встречаюсь с человеком, и он говорит, да, слушал я эти проповеди в интернете, там они ни о чем мы. Я говорю, ну как же, да вот же, это вот так, вот это вот так, вот начинаю ему истолковаться. Он говорит, слушай, как ты говоришь четко, как ты говоришь здорово, я все понял, я принял. Это я такой талантливый проповедник? Нет, дорогие мои. Просто почва оказалась кем-то взрыхленной, и потом в конце концов он смог принять это слово. Поэтому мы не должны быть лицеприятными и смотреть на конкретного человека и говорить, он не примет, эта почва такая каменистая. Мы должны как Бог, как Иисус Христос, как Дух Святой сеять кругом в надежде, с молитвой в надежде, в конце концов, все оно не только прорастет, но и даст свой плод. Итак, при дороге пришел бес и украл. Что это значит? Это значит, что человек настолько все-таки слушает беса, что он не желает слушать Слово Божье. И поэтому все, что в него влетает, точно с такой же скоростью вылетает. На данный момент он абсолютно не готов принять Слово Божье. Значит ли, что мы не должны ему проповедовать? Нет, должны проповедовать и надеяться. Упавшие на камень – это те, которые, когда услышат Слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня. Для того, чтобы Слово проросло и нормально дало всходы, должен быть хороший корень, должно быть хорошее основание. И как происходит это основание? Опять же, когда он постоянно слышит это Слово. Слушает, слушает, слушает. Первый раз я услышал о Боге всерьез, когда я ехал в 80-х в поезде в Воронеж-Москва. И там попались два проповедника, которые друг с другом обсуждали вопросы религии, развития христианства в то время, в 80-е. И я был абсолютно неверующим, но краем уха слушал, что они там говорят. И удивлялся, как много эти люди вообще знают о Боге, о Библии. Они вообще, оказывается, знают, что Лука был врачом. Это же надо. Вообще для меня это было откровение, просто открытие. Но, естественно, я этого ничего не воспринял, потому что не было почвы. Но потом, через некоторое время, еще я слушал, еще слушал, еще слушал. И в конце концов уверовал. И стал верующим человеком. То есть, вот должно сформироваться основание. Поэтому мы должны говорить, говорить, говорить всем. Всем подряд. У меня есть друг, которому в начале 2000-х я благовествовал. Но он жестко отверг все. Он заявил, что он теист. И все, что я говорю, это полный бред. И я его тащу в болото с опиумом. И он не желает вообще. Очень жестко со мной разговаривал на эту тему. Прошло лет 10. Ну и не только он там. Еще были тоже с ним друзья. Лет 10 прошло. И что-то сдвинулось в его жизни. И он стал более серьезно говорить. И буквально прошло уже 23 года. Он мне позвонил несколько дней назад и сказал, Валерий, я прошу тебя, помолись об одной женщине. Она тяжело больна. И он уже стал вполне верующим человеком. И он уже мне говорит, я Бога не отрицаю. Нет, нет, нет. Я спрашиваю, а вот та женщина, за которую нужно молиться, она христианка, да, она христианка. То есть, смотрите, постепенно все меняется. Вот от жесткого отрицания к признанию Бога Всевышнего. Поэтому надо всем благовествовать. Вот об этом как раз эта притча. Надо всем благовествовать. Да, у многих жизнь очень разнообразная. Кому-то надо много денег заработать. Кому-то надо хорошо попраздновать, пожить в свое удовольствие. Недавно тоже встретил одну женщину. И мы с ней начали разговаривать. Я сказал, что я пастор. И говорю, вот в интернете есть мои проповеди. Послушайте, это полезно. И она мне вот типичную фразу сказала. Когда? Мне же некогда. У меня нет времени, чтобы слушать. Ну, я и там стал рекламировать свои проповеди. Там привел некоторые примеры, например. Говорю, молитва «Отче наш». Вы знаете такую? Да, знаю. Вот я говорю, это не просто заклинание. Она имеет глубокий смысл. А вот это, вот это, вот это, вот это. И она так в конце концов говорит, ну ладно, вы меня заинтересовали. Может быть, посмотрю. Надо всем благовествовать. Надо. И самая большая, так сказать, отмазка на сегодняшний день – нет времени. Нет времени. Даже мои друзья-христиане, я их спрашиваю, ну а ты Библию читаешь? Ну а проповеди в интернете слушаешь? А мои проповеди слушаешь? Нет времени, Валерий. Вообще нет времени. Вот настолько заняты. Я говорю, чем же вы так заняты? Потом в результате разговора выясняется, они слушают новости, они слушают, что происходит в мире, они занимаются там по своей специальности, что-то в интернете ищут. Они много гуляют, они занимаются спортом, они еще там какие-то вещами занимаются, они ходят по магазинам, они сидят на зоне, выбирают интересные товары. У вас на это время есть, а послушать проповедь, что совсем нет времени, полчаса или там час какой-то, в неделю хотя бы. Нет времени, Валерий, нет времени. Вот Бог говорит, что когда человек говорит, что ему нет времени на Бога, то где шанс, что у Бога окажется время на него, когда он придет и будет стучаться в ворота Царствия Небесного? Это опасные вообще слова. И да, помню тоже одного человека, который все время мне говорил, что у него нет времени. И я так говорю, ты не говоришь, что тебе нет времени, потому что Бог тебе в один момент столько времени даст, что ты там весь интернет сможешь просмотреть. И да, мои слова оказались правдой. Он заболел и стал лежачим. И стал, да, смотреть в интернете все эти проповеди, программы. Я говорю, ну вот, ты этого хотел, чтобы тебе Бог дал время? Это нормально? Ты бы сейчас бегал, если бы был с Богом, я уверен. И не надо было бы тебе... Ну вот, ты сказал, тебе нет времени. Бог тебе время дал, пожалуйста, пользуйтесь. Аккуратно надо с этими словами. И 15 стих. «А упавшие на добрую землю – это то, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении». Сказав это, он возгласил, кто имеет уши, слышит, да слышит. Смотрите, слово хранит в добром и чистом сердце. Это очень важно. Если сердце грязное, если оно забито всяким хламом и всякими уже ужасами, то оно не принесет плода. И здесь также очень важный момент. Он провозгласил, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. То есть, мы спрашиваем очень часто, а как плод приносить? Плод не так просто принести. И он здесь говорит одно из важнейших тоже слов – в терпении. То есть, проходя через какие-то испытания, через какие-то соблазны, преодолевая их, борясь с ними. В терпении, но плод надо приносить. Потому что, если дерево не приносит плода, какое бы оно ни было красивое, какое бы ни было оно ветвистое, какое бы оно ни было зеленое, но без плода это дерево бесполезно. И Библия говорит, такое дерево срубают и бросают в огонь, и оно сгорает. Плод надо приносить. Каждый человек должен приносить плод для Царствия Божия. И в Библии очень четко написано, какого плода Бог ожидает от нас. Сейчас мы не будем эти вопросы освещать, но это очень важные тоже вопросы. Плод, который мы должны приносить. И дальше тоже очень интересная вещь. Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Вот мы зажглись. Мы свеча. Мы от Бога получили свет. Что мы делаем? Да не надо, чтобы кто-то видел. Это личное. Это мое сокровенное. Это мой Бог. Это мои личные взаимоотношения с Богом. Неприлично, чтобы кто-то вмешивался в это, спрашивал меня, и неприлично кому-то об этом рассказывать. Но Иисус четко говорит, если свеча зажжена, ее под кровать никто не ставит, и под сосуд ее никто не прячет. Мы не должны стесняться. Мы не должны ничего бояться. Мы свет миру. И будем мы светить миру или нет, это уже зависит от нас. Что мы будем делать? Мы встречаемся постоянно с людьми. И мы должны им светить постоянно, не стесняясь, не прячась, не скрываясь. Ну, конечно, бисер перед свиньями не стоит метать. Но если мы видим, что человек, судим лицеприятно, да? Если человек нас слушает, надо ему говорить. Если человек убегает от нас, конечно, говорить бесполезно. Но если хотя бы он слушает, надо говорить, надо. Я, например, вот очень рад, как я поговорил с этой женщиной, что она вообще не хотела слушать. Я говорю, я пастор, у меня есть канал на ютубе. Посмотреть. Ой, некогда мне, ой, некогда мне. Но я продолжал с ней разговаривать и, в конце концов, заинтересовал. И, может быть, не с первого раза. Может быть, в этот раз она не посмотрит. Но в следующий раз, если не встречусь, опять ей спрошу. Вы смотрели мои проповеди? Она, скорее всего, скажет, нет, не смотрела. Еще раз я, еще раз, и еще раз. Пока, в конце концов, она не посмотрит. И дальше. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Мы иногда что-то делаем, как-то поступаем в надежде, что об этом никто не узнает. Но, во-первых, мы верующие в Бога Всевышнего, который все видит и все знает. Во-первых. И, во-вторых, он предупреждает нас. Нет ничего, что не сделалось бы явным. И, действительно, мы сегодня узнаем вещи, которые пытались скрыть от нас десятилетиями, столетиями, тысячелетиями, может быть. И они становятся явными. Вот каким-то образом Бог их открывает. Ну, например, даже скрытые цивилизации, которые засыпало песком, которые вообще невозможно увидеть и узнать. И вдруг находится какой-то человек, да и в конце концов, я иногда смотрю канал, земледелец начал пахать на своем поле, бах, зацепил, выскочило какое-то колечко маленькое. Он, да, покопаю здесь, начинает копать. А там либо клады какие-то, либо целые города таким образом подземные открываются. И выясняется тысячелетняя история этого места, что здесь жили люди. Таким приблизительным образом был открыт город подземный на 20 тысяч человек. Феноменальные совершенно вещи происходят, хотя это было, казалось бы, все забыто, погреблено, все. Но Бог все равно дает возможность все это узнать и увидеть. Поэтому мы должны всегда быть прозрачными и знать, что мы не сможем ничего сокрыть. Все равно, рано или поздно, это будет известно. Итак, наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. Если мы талант, который Бог нам дает, не используем, у нас и этот талант отнимется, и все остальное отнимется. Если же мы для славы Господа начинаем развивать то, что у нас есть, то это развивается, развивается, и Бог начинает давать нам новые таланты, новые способности, новые возможности. Но это, конечно, относится и к обычному миру, и многие люди свидетельствуют об этом, что они просто начали активно действовать, и вот они стали известными, стали богатыми и так далее. Но прежде всего это относится к нашим взаимоотношениям с Богом. Не зарывайте талант, который Бог вам дает. Используйте его для служения другим людям, и дастся вам, и приумножится. Давайте прославим нашего Господа.